Субтитры создавал DimaTorzok Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, но реликвии в военных музеях бережно хранят истории дорогих нам людей. В письмах с фронта рассказы о своей повседневной жизни, приветствуют друзьям и переживания за родных. Дорогой отец, несколько дней тому назад послал тебе подробное письмо, где пишу, почему так долго от меня не было вести. Дело в том, что я был тяжело ранен в правую руку и в связи с этим пробыл в госпитале. Сейчас я снова в своей части и снова на прежней должности. Чувствую себя неплохо, хотя рука до сих пор очень отечна. Прекратить ваше беспокойство. От мамы недавно получил письмо. Она так тревожна и собирается ехать в Орджоникидзе. Это письмо красноармеец Сергей Романов написал с фронта в середине войны. Позже он станет кавалером нескольких родинов и медалей и в его честь даже назовут улицу в Югославском тогда Белграде. Все это будет потом, а пока он сетует родителям на излишнее беспокойство. Дорогие родственники, как я и предполагал, так и получилось, что с вашей стороны не обошлось без психологических этюдов в духе Федора Михайловича Достоевского. Неужели вы, родители командира офицера Красной Армии, способны на то, чтобы волноваться и сходить с ума из-за меня, в то время как близкие других сотни солдатов не знают целые или невредимые их сыновья. Неужели вы забыли о них? Сергей с войны вернулся, родители его дождались и сегодня 11-классница Полина Инькова, его правнучка, штатный экскурсовод Школьного музея авиации и космонавтики с гордостью рассказывает о подвигах своего прадеда Сергея Романова. Также вернулись домой еще один прадед и прабабушка Полины. Выписка из газеты, в которой говорится о том, что мой прадед Романов Сергей Константинович подбил танк и его именем названа улица в Белграде. Сейчас 6-я ростовская школа собирает документы для присвоения учебному заведению имени еще одного героя, гвардии капитана Николая Самохина. Герой Советского Союза, отважный летчик, после окончания войны поселился в Донской столице и жил от школы неподалеку. Герой Советского Союза Но если школа номер 6 открыта в 80-х годах прошлого века, то легендарная 82-я намного старше. Первые занятия здесь начались чуть ли не на следующий день после освобождения города от немцев. А в 70-е годы над школой взяла шефство не менее легендарная Чапаевская дивизия. Тогда за каждым классом было закреплено несколько ветеранов, которые рассказывали школьникам о подвигах красноармейцев. Сейчас в живых остался лишь один Чапаевец – Александр Захарович Карпенко. Ему идет 99-й год и приезжать в школу он уже, конечно, не может, но с удовольствием приглашает ребят к себе в гости. Александр Захарович Карпенко – выпускник Ростовского артиллерийского училища 1941 года. И сразу же, как отличник подготовки, попал на фронт туда, куда он хотел. У него был выбор, он выбрал 25-ю Чапаевскую дивизию, тогда самую знаменитую, известную. И 22-го июня, а у него 20-го июня день рождения. И он думал встречать первый день рождения уже не дома. Но 20-го июня они были на полевых учениях, прямо на границе. Решили отложить до 22-го июня. Так этот день рождения и не состоялся. Еще одна легенда этой школы – Юрий Васильевич Планнигин. Художник долгое время, он преподавал здесь рисование. Маленьким 12-летним мальчиком попал Юра в немецкий концлагерь. После освобождения дошел с советскими войсками до Берлина. Ну а после демобилизации, прямо в военной форме, пришел в эту школу учить детей изобразительному искусству. Есть ученики, которые стали преподавателями и грековского училища, и художниками. Ну и сам он рисует, у него есть выставка. А сейчас он живет в поселке Рассвет, ведет очень активную работу. Принимает участие в работе организации антифашистской узников концлагерей. А еще в 82-й школе есть традиция. До 9 мая, сразу после массового шествия бессмертного полка, ученики и учителя устраивают свой собственный праздник для ветеранов северного микрорайона города. И если эпидемиологическая обстановка позволит, они обязательно выйдут на улицы, чтобы сказать спасибо тем, благодаря кому мы сейчас жив. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!